В Зеленодольском районе Татарстана, в поселке Айша, находится самый крупный зооприют в республике – кот и пес. Экскурсию по этому месту нам провел руководитель зооприюта Альберт Галиев. Нам 10 лет и сегодня у нас проживает около 530 собак и более 100 кошек в приюте. Когда их более 600, конечно же, рассчитывать только на дорогие, ну, в смысле, покупные сухие корма мы не можем. Поэтому вот то, что вы видите, кошкин дом – это такое долгожданное событие, благодаря гранту оно произошло, грант от нефти. Если говорить про собак, то с началом учебного года собираем также отходы со школ, варим каши, поэтому люди нам помогают не только с сухими кормами, но и крупными в том числе. Если говорить про теплое время, да, тут больше пьют, то есть маслы где-то погрызть достаточно там. Если начинается холода, то каша, ну, до 3-4 литров на одну собаку, наверное, можно смело рассчитывать. Мясная, хорошая, наваристая каша. Четыре дня в неделю с утра забираем из города, из Казани, привозим сюда, и здесь после обеда уже начинается кормежка. Кормежка один раз, да? Да, раз в сутки. Свою собаку тоже раз в сутки кормить. А какие смешные ситуации были с собаками, предположим? Можете вспомнить что-нибудь? Вот этот на входе, самый маленький, которого кричат малыши, взял и уронил меня. Поиграть со мной решил. С ума с этим. Просто прыгнул на вас? Нет, цепью ноги обмотал и играть начал, побежал. Он игривый, он хоть и большой, но спокойный. Просто добрый, просто прижимает, прижимает человека. Да, прижмет к бочкам с кормом и не пройдешь. Но мешок цемента отодвинуть надо. Прижимает и заставляет себя гладить. Он, кстати, не лает, да? Нет, он вообще не лает. Что категорически нельзя им приносить, например? Если вот люди захотят и что-то принесут, что они не едят. В плане костей мы не принимаем эти трубчатые кости куриные. Это, наверное, такое уж старое, вообще принятое правило. Ну, а в целом у нас нет таких ограничений, потому что, как правило, люди приносят то, что едят собаки. Какие-то косточки, там сухие корма. Бывало ли так, что собаку или кошку подбросили вам к воротам, предположим, или что-то? К сожалению, это обычная история, когда подбрасывают к приютам. В связи с этим у нас даже есть камеры, благодаря которым мы пытаемся связаться с хозяевами. Ну, вот из необычных, наверное, на днях произошла история. Приют уж, как и многие другие, находится за пределами города. Многие об этом знают. Но есть такое понятие, как юридический адрес. И я его сделал своим домашним, для удобства. И вот буквально вчера, позавчера, мне звонит домофон, мужчина. Я спустился к подъезду, мужчина пришел выбрать кошку. Вот я стал объяснять, что приют находится далеко. Он был очень удивлен. Но вот даже такие вот истории бывают. В ходе разговора мы решили спросить, насколько хорошо Альберт знает клички питомцев. Сима, вот это точно Сима. Все равно приезжаю почти каждый день, но забываю постоянно, потому что общаюсь больше с людьми, то есть за пределами приюта. У меня вот в голове человеческие имена. Здесь у нас ребята, кто каждый день работает. Вот Оксана, Максим, мои коллеги. И вот остальные работники. Они, конечно же, всех знают, да. Очень добрые, очень ласковые. Вот практически все, кому подходим, сами бросаются на руки, сами хотят, чтобы их погладили. Видно, что им не хватает человеческого тепла, действительно. То есть работники как могут дают его, но все равно этого не хватает. Есть, кто спокойно спит. Некоторые к вам сразу подошли, некоторые сразу залезли. То есть и среди собак тоже есть, кто бежит навстречу, кто-то спокойно. Ну, вот. И как я вам, когда мы по приюту прошлись, то есть сразу видно, где бездомная собака, а где бывшая хозяйская. По словам Альберта, приют котопес крайне нуждается не только в кормах для животных, но и в волонтерах, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Это тяжелый грязный труд, поэтому есть вот единицы, кто к нам приезжает, действительно, может зайти, убраться, то есть полноценно произвести все эти работы. Мы как бы рады даже просто гостям, которые приезжают, просто пообщаться с животными. У нас есть возможность тут недалеко озера прогуляться на поводке с животными. Большой приют – это не только развитие, то есть, естественно, надо строить, расширяться, но также надо обновлять. И хотелось бы получать поддержку от государства, ведь в этом году приняли закон, который признал приюты, которые занимаются содержанием животных, социально ориентированно НКО. Хотелось бы понять, то есть, в какой форме, как это, что мы можем получить поддержку, которая, в принципе, во всех аспектах, ну, она нужна, потому что даже бизнес как-то иногда требуется, бизнесу требуется плечо, ну, а тут простые общественники. 600 животных – это огромный фронт работы. Важно помнить, что каждый маленький жест, будь то корм, прогулка или просто внимание, может изменить судьбу животного. Без этого приюты становятся переполненными, а их обитатели остаются в ожидании, которое может никогда не закончиться. Поэтому давайте не будем забывать о тех, кто ждет нас за дверями приютов. Каждый из нас может стать частью их истории и подарить им шанс на новую жизнь. Ну а с вами был Амирхан, Вечерний Казань. Всем пока.